И всем привет, ребят, с вами Стройка, и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видео ролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы находимся на нашем специальном аккаунте, а это значит, что мы сегодня вместе с вами будем в очередной раз играть на новом Громе, на гиперскоростных и гипержёстких нагибаторских снарядах. Играть мы будем на Викинга Громе, то есть Викинг будет у нас как корпус, который со своего овердрайва должен доносить безумно большое количество урона. И сегодня наш обзор будет, конечно же, в том самом режиме, в котором я лично хочу видеть результат и показать, насколько всё-таки этот Гром должен быть жёсткий. Вчера я скатал на Викинга Рикошетти, на Рикошетти с Челленджа в режиме Джиггернаута, мне так просто подбором матчмейкинга удалось попасть туда, и получилось там показать очень неплохой результат. А уже сегодня у меня есть желание попробовать что-то показать с новым Громом, всё в этом же самом режиме. Нам, конечно, желательно, чтобы нас закидывало на как можно больше карты, дабы мы старались наносить как можно больше урона по Джиггернауту и не только по нему. И показывать результат, показывать хороший контентовый результатик, поэтому будем сейчас пробовать тянуть Джаггера. Желательно, конечно, лететь на большую дистанцию, но я не знаю, честно, как у нас получится это сделать здесь, когда я запикиваюсь в катку, которую мы уже летим 5-2. И плюс это, ну, наверное, не самая большая карта, которую я бы хотел видеть, если мне сейчас... Ну ладно, короче, понятно, давайте лучше быстро перепикнем, потому что и карту мы очень жёстко проигрываем, и плюс мне ещё Джаггера сверху дают. У нас всё-таки должен быть обзор Грома, а не Джиггернаута, поэтому давайте я лучше быстро перепикну боёчек и постараюсь запикаться на большую карту, в которой мы уже будем стараться показывать хороший результат на новом Громе. Ни для кого не секрет, что это устройство является супер жёстким на большом расстоянии, и единственный, наверное, его минус, это только какая-то маленькая карта, либо средняя карта, на которой вы не сможете потянуть на большое расстояние вражеского Джиггернаута. Например, сейчас меня закидывает на Йоршир, на котором осталось 5 минут до конца, ну и в теории, наверное, это тоже не самая удачная карта, и не самый большой промежуток времени, который у нас остался до конца боя, но, пожалуй, я давайте останусь в этой катке, по 3600 урона по Джиггернауту у нас уже залетело с 2000, нужно понимать, что это Гиперион, и это... Ой-ой-ой, хорошо, супер! С 3 граммов по 3600 я накидал по Джиггернауту, и он благополучно улетел на резку, я думаю, что он сам не ожидал, что по нему такое большое количество урона прилетит, но нужно понимать насчёт сравнения Гипериона и Кризиса, то, что, ну, Гипериончик всё-таки смотрится не так жёстко, да, то есть по урону у него немножко, ну, даже не немножко, а значительно меньше цифры урона, и где-то вы не можете показать того самого результата, которые можно показать на Кризисе, но если рассматривать с точки зрения того, что это всё-таки у нас устройство, ой, не устройство, а дрон бездонатовский, ну, можно сказать, да, то есть это не Кризис, который там нужно выбивать с утра контейнеров, либо ещё откуда-то, то, в принципе, пойдёт, и можно его тоже хорошо реализовать за счёт полрасходочки, за счёт того, что вы будете долго жить, вы будете давать хорошее количество урона по противнику, да, ну, и моё, конечно, желание в таком бою, это стараться тянуть, тянуть Джаггера на расстояние, и уже на этом расстоянии сделать накидку супер большого урона. Я так понимаю, что 3 600-ка это у нас максималочка, которая у нас может залететь с этого грома с Гипериона, ну, сейчас, если что, проверим, посмотрим, может быть, у нас ещё и больше может урон залетать, здесь по 1000 у нас залетают по вражескому танку, так, здесь прострельчик есть, 2000 урона, возможно, есть резист у Джаггернаута, но у меня уже 70% овердрайва, 80 даже процентов овердрайва, нам, конечно же, было бы неплохо сейчас дожить до оверки и постараться уже её реализовать. Так, сейчас пробуем сделать накидончик, ой, хорошо, да, 2000 урона это максималка у нас, то есть 3 600 с этого грома мы можем наносить за одну тычку, ну, в принципе, это очень хороший урон, если ещё учитывать тот факт, что у вас практически максимально прилетает урон по противнику, да, то есть если вы, например, прожимаете овердрайв на Викинге, то вы очень-очень быстро можете его уничтожить, ну и это, конечно, работает тоже суперэффективно. Так, рискуется у нас здесь Джаггернаут довольно близко ко мне, но наш тиммейт прожимает овер, тоже его благополучно сливает, и у нас остаётся минуты 40 до конца. Не похоже, что это досрочечка. Ждём Джаггернаута, чтоб сейчас отреспался. Постараемся сразу, наверное, прожать не овер. Долго не церемонюсь. Так, где Джаггер? Ага, вижу. Дистанция небольшая. 3 600 с такой дистанцией? Серьёзно? Ну, это же небольшая дистанция. 3 300, почти максималка. Ну, это же средняя дистанция, я почти максималку даю со средней дистанции. Нифига себе. Я думал, что здесь так сильно режется урон. А, ну, в упоре, конечно, да. Но... Я бы не сказал, что от этого ограждения до Джаггера было большое расстояние. То есть, в моём понимании, это, ну, такое, знаете, средненькое. И уже на средней дистанции у меня было 3 600, то есть, максималка залетала. Ну, тут прям очень жёстко. Так, Джаггернаут рискуется в очень хорошей позиции для меня. Просто по 6 300. Туда его развальчик происходит. Давайте сыграем, думаю, что ещё одну катку. Всё-таки нас запикало в начатый бой. Но, если вот такие тайминги ловить, когда Джаггер на большом расстоянии ещё тебя пушит, то... Ну, это просто без шансов. Это без шансов. Такой развал дичайший. Просто дичайший развал. Так, нас закидывает на осу начатую. 11.30 до конца. Хорошо. Как раз у нас Джаггер, по идее, должен здесь сейвиться. Так, 3 600, первый выстрел есть контентовый. Ай, добавочку не дал, к сожалению. Может, он пикнет сейчас под меня, не? Хочет пикнуть молодой человек. Так, давайте попробуем ему всё-таки накидать. Ой-ой-ой, ничего себе, у меня на углах даже не пошёл урон. Даже урон не пошёл на углах? Офигеть, не понял я прикола. Ладно. Будем сейчас пробовать исправлять эту ситуацию. Нам желательно, конечно, пропушить левую зону. Попробовать уже слева накидать урончик по противнику. Так, ну и, конечно, наша самая большая проблема, это противник, который едет к нам в упор. Да, то есть, если я, например, хочу занять выгодную позицию под вражеского джаггера, и мне постоянно попадаются противники, которые пытаются мне в упоре накидать урон, это, конечно, супер печально. Да, то есть, я не могу настолько жёстко реализовать свою комбинацию по одной простой причине, да, то есть, меня тупо пчелы принимают в упоре. А если мне открывается плацдарм под джаггернаута вражеского, по 3600, по 3600 просто, с тычки, вот с такой тычки, с такого расстояния по 3600 залетает, это, конечно, супер жёстко. Но, овердрайв бы ещё на викинге побыстрее бы копился, ой, цены бы не было бы тогда вообще бы, ой, 2400 вкусно. Ещё и сплошом 1800 залетело, 3600 добавочка, 3600 добавочка, и сейчас джаггернаут уже, а нет, всё равно пикает. Но, я нанёс ему за 3, можно сказать, половины грамма больше 10 тысяч урона. Это очень жёстко, это очень жёстко, но его, конечно, здесь изида хилит, ему немножко подфартило, что у него изидка есть в спине. Ну, её мы тоже быстренько сбрили, а теперь надо уже стараться сливать вражеского джаггернаута, который ещё и в наглую пикает. Ага, так расстояние чуть тянем, джаггер сводится хорошо. Так, изидачку уничтожаем, чтобы она его не вылечила. Так, ну и там у Лариса ещё есть оверка, ну, ясно, понятно. Так, ну ждём овер, я не знаю, пока что моя команда мне особо не саппортит. Команда играет супер пассивно, как и наш, эээ, как и наш жаггернаут, поэтому здесь уничтожить будет потяжелее всё-таки противничка. Так, попробуем подъехать, но я не знаю. Это, наверное, не супер грамотное решение было, чтобы мне было, конечно, дистанцию держать. Но овердрайва нету. Надо овердрайв тогда центральный контролировать. Викинг огром у нас накидывает урончик. Там практически всё в молоко. Залетает. И овердрайв наш тиммейт тоже забирает. Так, у вас поэзида едет хилить жаггера. Хорошо, мы её быстренько убираем с радарчика. Так, чуть-чуть на откатике. Чуть-чуть на откатике. Викинга магнуму нажимают овердрайв. Так, я пробую сейчас быстрее себе процент овердрайва получить. Так, ещё чуть-чуть надо овердрайва. Ещё один кильчик какой-нибудь дать. Вот, например, по вот этому молодому. Конечно, резист, но я всё равно его сливаю. Так, 92% овердрайва есть. Есть контактик. Есть контактик. Так. Голдик сейчас будет у нас. Хорошо. Так, ну и заезжаем. Давайте пробуем. Такие... Ну, расстояние, наверное, среднее. Небольшое, немаленькое. Но сейчас попробуем дождаться. Дождаться нашего замечательного овердрайва. Овердрайва и попробуем уже втушить джаггера. Ага, джаггер готовый. Джаггер готовый. Но знает ли он о том... Знает ли он о том, что у меня устройство, которое принимает его с... Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, как же это было плохо. Как же это было плохо. Это было максимально плохо. Я думал, что он будет пушить, честно говоря. Я думал, что он будет прям на мужика пикать до последнего. Но он сыграл грамотно. И даже, я бы сказал, наверное, очень грамотно он сыграл. То есть он решил сыграть аккуратно, внимательно. И его внимательность и аккуратность, конечно же, окупилась. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Опять я овердрайв воткнул. Пустую. Ну, вернее, не воткнул, а пропустил. Можно было его, конечно же, забирать. Ладно. Вот вам и контроль овердрайва, в принципе. Попробуем сейчас забрать следующий овер. Но пока попробуем покидать урончик по джаггеру. Пока что ничего не получается. Карта не самая, наверное, оптимальная и удачная под выбивание вражеского джаггера. Ну и вообще, в целом, да, то есть устройство, ну, наверное, я бы сказал, что не супер подходит для режима джаггернау. Да, то есть здесь, чтобы именно вражеского джаггера выбивать, ну, мало карт. Мало. Объективно, намного мало карт, на которых это будет прям работать шикарно. То есть, если играть в какую-нибудь там тдмочку, там даже ctfщик, там штурм за атаку, да, где вы можете просто поймать большое расстояние, то там будет попроще уничтожать противника. А здесь, если вы играете именно в джаггера, то в моменте его, конечно, набрить будет вам очень сложно. Так, ну, у нас должен падать уже совсем скоро овердрайв. Я пока что кидаю по противнику, чтобы у нас тут процентик копился чуть побыстрее. 57-очка контентовая у меня уже есть. Ну и скоро должен падать овердрайв на центре. Так, по шафту хорошая залетает, по диктатору тоже шикарная. Но вот обычные танки уничтожать, это, конечно, просто прелесть джаггера. Если тянет расстояние, то слить уже намного-намного тяжелее. Но хотя бы одного слить надо. Надо постараться, надо постараться. Нельзя такую катку оставлять без единого слитого вражеского джаггера. Но это же будет просто габельное. Я даже готов сжать овердрайв где-нибудь с левой зоны. И просто с расстояния пытаться затушить вражеского джаггера. Так, кто-то мне надо проехать. Здесь мне надо проехать. Так, магнум. Магнум на накидочке. Надо, чтобы он овердрайв. Ага, ага. Ну ладно, я понял. И я понял, что ничего не получилось у меня. Но это у меня быстро, конечно. Он прям четко даже видел, что я захожу с левой зоны. Прям читал меня как открытую книгу. Офигеть. Я даже не знаю, что это за гений играет. Но то, как он двигается по карте и понимает, откуда я буду заходить, меня даже, если честно, удивляет. Меня удивляет, что он настолько внимательный. Настолько знает, когда у меня будет плюс-минус оверка. Ладно, пробуем забрать тогда центральную. Надеюсь, что меня сейчас до него не салит. Здесь по-быстрому чуть-чуть поживем. Овердрайв уже, по идее, должен падать. Еще 800 хорошие, закидываем. Ну, по сути, да, это, конечно, контра. Контра бешеная. Любому кемперскому танку эта контра прям супер бешеная. Так, у дардрайв начинает выпадать. Аптечка у меня есть. Овердрайв забирать будем. О, боже. Если он у меня отдал бы овер, я бы был бы фултилд. Так, ну и сейчас будет у меня еще аптечка. Джаггер видит меня. В этот раз. Офигеть. В этот раз он меня не видит. Слава богу, что хоть когда-то... А, нет, видит. Офигеть. Даже здесь он меня видит. Но дистанции нет. Дистанции нету. Чему, конечно, было бы желательно видеть. Что хотелось бы видеть на таком вооружении. Но джаггернаута сильного, как вы видите, целить не так просто. 3600. Но здесь еще, конечно, по большей части очень многое решает, что никто из моих... Из моих тиммейтов не пушит его. Если бы хоть кто-то из моих тиммейтов бы старался бы его уничтожать, то было бы, конечно, мне бы чуть-чуть полегче. У меня было бы побольше возможностей и побольше шансов. Уничтожать джаггернаута так. Конечно, если тянет дистанцию, то стрелить крайне-крайне сложно. Как показывает практика, вчера на Викинга-рикошете было проще уничтожить джаггера. Проще было уничтожить джаггера, чем сегодня на грамме с супер жестким устройством. Я тоже, если честно, удивлен этому моменту. Ну, здесь, конечно, по обычным танкам такая суета летит. Я просто в шоке. О, овердрайв. Овердрайв. Еще одна попытка. Еще одна очередная попыточка. Так, но... Будет он открываться, да, под меня? Да, ждет, ждет. Хочется водочку мне втушить. Хочет мне втушить водочку. Так, наконец-то кто-то под него начинает играть. Кто-то начинает под него играть. Сейчас... Так, я прожимаю просто овердрайв. Ай, хорошо! Ну, наконец-таки тушанул его. Ну, вот сейчас сработало, сработало. А то я думал, что я даже до конца боя так и не смогу его убрать. Но это было бы, конечно, супер печально. Ну, поймал, поймал я все-таки нужную дистанцию. И сумел его уничтожить. Но это было... Нужно отдать ему должное. Это было очень сложно. Прямо безумно сложно. Я думал, что на таких картах, как Оса, это будет сделать намного проще. Но... Видите сами, что произошло. Насколько сильно джаггернаут может сейвиться. Но тут еще надо, конечно, понимать, что... Есть те джаггеры, которые понимают, как нужно играть. А есть те, которые... Вот, например, какая-то, да, то есть они пикают. Они играют открыто. И, по идее, он должен уже сейчас умирать. Если он еще разочек пикнет. Да, у него очень мало хп. Прям супер мало хп у этого джаггера. Но он не открыв... А, открывается. Болю, нифига себе. 3600. 3600. И... А, и овердрайв падает на центре. Ладно. Пробуем. Да, ну там можно было его, конечно, слить. Если честно. 3700 до конца. Еще одна попытка слить джаггера будет. Идею, что да. По идее, мы его должны уничтожать. Сейчас он чуть-чуть лево откроется. Чуть лево пикнуть просто. Чуть шире. Чуть шире встанет. И я думаю, что его можно уносить. 30 секунд до конца. Открыть. О, едет. Едет открываться. Под мост. Ой, 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 хорошо. Три грамма. Три грамма. Просто три грамма. Три. С трех граммов джаггер упал. Это жесть. Это, конечно, жесть. Но, как вы видите, как показывает практика, если попадается толковый джаггернаут, слить его крайне-крайне сложно. Но, может, еще, конечно, от команды зависит. Пишите, что вы думаете по поводу этого грамма против джаггернаута. Работает ли это, не работает, по вашему мнению. Получилось у меня что-то, не получилось. Ну, и, конечно же, поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кемо личный тег, это тег.тимп. Установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч напоинов. Все информации по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.